ЭПИЛОГ Что же произошло дальше, спросите вы, дорогой читатель? А вот что. Ученые со всего света собрались в учёсе, чтобы решить, как же очистить синее-синее море. День думали, два думали, но время шло, а море всё так же вздувалось пузырями и походило на непроходимое болото. На третий день Имми пришла к учёным и предложила своё средство. На ладони у неё лежали кристаллы, каждый размером с горошину. «Их нужно кинуть в море», — пояснила Имми, — «и вся грязь и мусор тут же начнут налипать на них. Останется только собрать большие комья с поверхности воды и выкатить на берег». Учёные мужи насупили брови, обдумывая предложение Иммилсу, а потом загудели, зашумели и сказали, «Хорошее средство, надо им воспользоваться». «Ох и молодец, Иммилсу, что придумала настоящая великая выдумщица». Неделю очищали море волшебным средством. Его воды вновь стали прозрачны, но на берегу образовались горы из чёрной липкой массы. И это новая задача, куда всё это девать? Имми отправилась на свалку и не побоялась вызвать на разговор мусорное чудовище, вспомнив, как однажды оно уже спасло её. Чудовище и впрямь было не злобным, и даже милым и обаятельным. Оно помогло людям перетащить липкие комья грязи на свалку в своё царство. Из них чудовище сделало горы, которые ими засеяло зелёной газонной травой. Она решила, что с таких гор можно съезжать на лыжах. И появился новый вид спорта – травяные лыжи. Великая выдумщица первой стала на них, ловко скатившись с горной вершины. Так в Ичосе стало модным кататься на лыжах не только зимой, но и летом. Город стал краше прежнего. Вновь в него отовсюду стали съезжаться гости. Мэр Сюрпрайс, объехав полсвета, всё-таки вернулся с гастролей. Ими, применим в волшебное заклинание, убедила мэра снять розовые очки и рассказала ему обо всём, что случилось за время его отсутствия. Сюрпрайс не верил своим ушам. Он очень обиделся на Лохудру, теперь уже бывшую супругу, и своих приближённых, превращённых ими в бордюры. Сюрпрайс сказал – «Уйду в отставку». Но народ любил своего простодушного мэра и не отпустил его. И Чосцы решили, что ему просто нужно немного отдохнуть. Теперь сюрпрайсы можно увидеть с удочкой на берегу синего-синего моря. Исполняющим обязанности мэра стал честный прямолинейный Джо Правдукулус. Лохудру, налетавшуюся в космосе до одурения, ими, сжалившись, вернула на землю. Правда, не в апартаменты мэра, а в избушку, назначив ей трудотерапию. Сначала Лохудра по старой привычке лежала на кровати, перевязав голову полотенцем, стонала, охала, вздыхала, самой себе жаловалась на жизнь, и все ждала, когда ей подадут что-нибудь вкусненькое на блюдечке с голубой каемочкой. Но кроме Лохудры на хуторе никогошеньки не было. А голод не тетка. Пришлось Лохудре самой думать о пропитании, копать огород, сажать картошку, разводить кур да поросят. Игрушка-пукалка, которая некогда была самим директором фабрики Рогги, так и валялась на свалке, ожидая, когда ее проглотит мусорное чудовище, вместе с другими отходами. Сироп, оставшись без указаний, совсем растерялся. Узнав, какая участь постигла его бывшего начальника, не на шутку перепугался и решил спрятаться и отсидеться до лучших времен в шкафу, что стояло в его кабинете. Он затащил туда огромный мешок с конфетами, потому как сладкоежка-сироп не мог без лакомства и часа прожить. Потом с трудом влез сам и заперся изнутри. На нервной почве он безостановочно поглощал конфету за конфетой и раздулся так, что шкаф начал трещать по швам, грозя развалиться. Услышав странный шум из кабинета замдиректора, Ими вошла туда и обнаружила несчастного сиропа в плачевном состоянии. Красный и потный от натуги он сидел, сделал последнее усилие, чтобы выбраться, и тут раздались страшный треск и грохот. Шкаф развалился на части. Толсяк сидел посреди кучи обломков и фантиков, виновата, глядя на Эмилсу. Сиропа народ простил, потому что он был хоть и слабовольным, но добрым малым. Ими оставило его на прежней должности, потому что более исполнительного работника трудно было сыскать. А фабрикой теперь управляет Эмилсу. Уж ей, как никому другому, близки интересы работников. Теперь у всех стали большие-пребольшие зарплаты. Правда, Ими все же осталось художником, и благодаря своей неиссякаемой энергии успевала делать новые игрушки для детей. Всех солдатиков из игрушечной армии она раздала мальчишкам. Не обидела и девочек. Каждая получила по кукле, сделанной руками самой великой выдумщицы. Юная Анин и ее друг Ясур помогают тем, кому грустно, кому не хватает тепла и участия. После школы они берут корзинки с цветами, идут по городу, даря приветливые улыбки, раздавая букетики прохожим. Вскоре им пришло долгожданное известие. Вернулся ее муж и отец Анин Ашел. Оказалось, спасая альпинистов, он встретил в горах лазутчиков сквили шакала и сразился с ними. В неравном бою Ашел был тяжело ранен, попал в плен, но ему удалось бежать. Он долго пробирался сквозь гряду заснеженных гор, которые деляли и чес от Ягурзи, и, наконец, добрался домой. Втроем и Милсум, Анин и Ашел зажили счастливо и радостно. Конец книги Для нас читал Вадим Виктор.